В некоторых дворах, а подчас и на общественных стоянках, иногда надолго прописываются нежелательные гости. Брошенные автомобили в крайне изношенном состоянии. Их техническое здоровье не выдерживает никакой критики. И не только внешне они выглядят удручающе, но и представляют опасность для окружающей среды. Из них вытекает масло, отвалившиеся детали попадают на соседнюю почву. Эта машина буквально за неделю превратилась в труху. На ней были номера, и, по всей видимости, хозяин оставил ее здесь на долгое хранение. Но некоторые лица по ночам разобрали ее буквально до винтика. И теперь ее путь только на утилизацию. Многие наблюдали, как машина рассыпалась на глазах. И как это остановить было неизвестно. Нечто подобное видят многие из своих домов. Казалось, давно уже ушло время, когда оставлять автомобили во дворе было небезопасно. За ними шла охота. Теперь многое изменилось. Но автомобиль, оставленный надолго без присмотра, все равно рискует быть разобранным. Призываем владельцев следить за своими транспортными средствами, не оставлять на длительное хранение без присмотра. Этот призыв не беспочвенен. Владелец несет полную ответственность за сохранность автомобиля. И если транспортное средство находится на неохраняемой территории муниципалитета, он должен перемещать его по требованию во время уборочных или иных видов работ. Но многие владельцы не выполняют этих правил. При этом считают, что их автомобиль неприкосновенен. Как, например, этот старенький седан находится здесь больше года и создает помеху на дороге. Мы проводим регулярные осмотры территории городского округа Мытища. Выявляем вот такие вот транспортные средства. В том числе к нам поступают жалобы от граждан. Мы проводим проверку, размещаем уведомления на транспортных средствах. Даем время владельцу, чтобы он предпринял какие-то действия. Если владелец не установлен или не привел машину на надлежащее состояние, либо не убрал ее с данной территории, комиссия принимает решение о ее перемещении на специализированный пункт временного хранения. Каждый год в поле зрения комиссии попадает более 300 машин на территории городского округа. 50 из них отправляется на площадку хранения. При этом надо провести большую бумажную работу, согласовать с госавтоинспекцией, уладить формальности. Хотя вопрос можно решить проще. Если владелец решил избавиться от своего ветхого автомобиля, он сам может обратиться в специализированную организацию. И его машина не будет гнить долгие годы под открытым небом. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Алина Сири, Первый, Мытищинский.